В Германии вводят карантин для больных обезьяней оспой. Институт Роберта Коха предполагает, что вирус будет и дальше распространяться по стране. Министр здравоохранения Карл Лаутербах считает, что сдержать рост заболеваемости на ранней стадии помогут только жесткие меры. В связи с этим федеральное правительство вводит 21-дневный карантин для больных обезьяней оспой, а людям, которые непосредственно контактировали с больными, строго рекомендуют изолироваться также на 21 день. Постоянная комиссия по вакцинации Германии впервые рекомендовала делать прививки против коронавируса всем детям в возрасте от 5 до 11 лет. Поскольку Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 к осени, вакцинация поможет защитить детей от осложнений. Причем эксперты считают, что детям в этом возрасте достаточно и одной дозы вакцины. Тем более, что большинство детей в Германии этого возраста уже перенесли коронавирусную инфекцию ранее. К другим темам. Германия утвердила специальный пакет для оказания финансовой помощи. Среди мер – пособие в размере 300 евро на энергию, которое работодатели должны будут выплатить своим сотрудникам в конце этого года. Кстати, его получат и самозанятые. Пособие получат сотрудники в налоговых категориях от 1 до 5. Помимо выплаты в размере 300 евро в этом году, семьи получат одноразовый платеж в размере 100 евро на ребенка в июле. Средний возраст немецкого отца снова увеличился. Он стал старше, чем несколько лет назад. Сейчас в среднем мужчинам чуть больше 33 лет, когда у них появляется первенец. Психологи не считают растущий возраст родительства тревожным симптомом. Дело в том, что сегодня образование занимает больше времени, поэтому возраст первого родительства и сдвигается. Кроме того, многие пары хотят создать определенную стабильность, например, финансовую, чтобы избежать частых переездов, жить вместе и создать хорошую основу для потомства. Субтитры создавал DimaTorzok